Даруна сутта, опасны и ужасны. СН 17.1 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили монахи. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Балиса сутта, крюк. СН 17.2 В Саватхи. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Представьте, как если бы рыбак бросил крюк с наживкой в глубокое озеро, и ищущая пищу рыба проглотила бы его. Эту рыбу, проглотившую рыбацкий крюк, ожидала бы беда и несчастье, и рыбак мог бы сделать с ней все, что пожелает. Рыбак, монахи, это обозначение злого мары. Крюк с наживкой, это обозначение приобретений, уважения и похвалы. Любой монах, который довольствуется и наслаждается возникшими приобретениями, уважением и похвалой, зовется монахом, который проглотил крюк с наживкой, который встретил беду и несчастье, и злой мары может делать с ним все, что пожелает. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Кумма-сутта, черепаха С.Н. 17.3 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Давным-давно жила была большая черепашья семья, долгое время проживавшая в одном озере. И одна черепаха сказала другой, дорогая черепаха, не ходи в такую-то местность. Но та черепаха отправилась в эту местность, и охотник пронзил ее гарпуном с веревкой. И тогда та черепаха отправилась к первой. Когда первая увидела ее издали, она сказала, я надеюсь, дорогая черепаха, что ты не ходила в ту местность. Я ходила в ту местность, дорогая. Я надеюсь, тебя не ударили, дорогая. Меня не ударили, но вот эта веревка всю дорогу плетется за мной. В самом деле, пронзили тебя, дорогая черепаха, в самом деле, пронзили. Твой отец и твой дед также повстречали свое горе и беду из-за этой веревки. Уходи, дорогая черепаха, ты больше не одна из нас. Охотник, монахи, это обозначение злого мары. Гарпун с веревкой, это обозначение приобретений, уважения и похвалы. Веревка, это обозначение наслаждения и жажды. Любой монах, который довольствуется и наслаждается возникшими приобретениями, уважением и похвалой, зовется монахом, которого пронзили гарпуном с веревкой, который встретил беду и несчастье, и злой мара может делать с ним все, что пожелает. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Дик Халамиела Касутта, длинношерстная коза. СН 17.4 В Саваддхе Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Представьте, как если бы длинношерстная коза зашла бы в колючки. Она бы зацепилась тут и там, застряла тут и там, поймалась тут и там, и тут и там она бы повстречала беду и несчастье. Точно так же, монахи, бывает так, когда монах, чей ум охвачен и порабощен приобретениями, уважением и похвалой, одевается ранним утром, берет чашу и верхние одеяния, входит в деревню или в город в поисках подаяний. Он зацепляется тут и там, застревает тут и там, ловится тут и там, и тут и там встречает беду и несчастье. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Милхака сутта, навозный жук. СН 17.5. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Представьте навозного жука, питающегося навозом, набитого навозом, переполненного навозом, и перед ним была бы огромная навозная куча. Из-за этого он бы относился с презрением к другим жукам, рассуждая так, я ем навоз, набит навозом, переполнен навозом, и передо мной вот эта огромная навозная куча. Точно так же, монахи, бывает так, когда монах, чей ум охвачен и порабощен приобретениями, уважением и похвалой, одевается ранним утром, берет чашу и верхние одеяния, входит в деревню или в город в поисках подаяний. Там он ест столько, сколько хочет, и его приглашают на завтрашний обед, и у него много еды, полученной с подаяний. Когда он возвращается обратно в монастырь, он хвастается перед другими монахами, я съел столько, сколько хотел, меня пригласили на завтрашний обед, у меня много еды, полученной с подаяний. Мне дают одежды, еду, кровь и лекарства, а у этих других монахов мало заслуг и влияния, им не дают одежду, еду, кровь и лекарства. Так, поскольку его ум охвачен и порабощен приобретениями, уважением и похвалой, он унижает других, хороших монахов. Это приведет этого глупого человека к длительному вреду и страданию. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Асаневичикка сутта, молния. СН 17.6. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Монахи, в кого ударит молния? В ученика, на которого свалились приобретения, уважение и похвала, в то время как он еще не достиг идеала своего ума. Один. Молния. Монахи, это обозначение приобретений, уважения и похвалы. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Один, по заметке достопочтенного Пхикху Бодхи, во всех редакциях канона этот фрагмент непонятен и, скорее всего, был когда-то искажен, поэтому достопочтенный Бодхи перевел предложение на свой лад. Комментарий перефразирует это предложение и так, в кого ударит яркая молния, поразив его в голову и сокрушив его. И тут же дается ответ, благословенный говорит так не потому, что желает страданий другим, но чтобы показать опасность, так как удар молния поразит только одну жизнь, а ум, охваченный приобретениями, уважением и похвалой, ведет к длительному страданию в аду и так далее. Не достигший идеала, Аппаттаманаса, означает, что он еще не достиг араханства. Диттхависалла сутта, отравленный дротик. СН 17.7. В Савадхи. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Монахи, кого пронзит дротик, обмазанный ядом? Ученика, на которого свалились приобретения, уважения и похвала, в то время как он еще не достиг идеала своего ума. Дротик, монахи, это обозначение приобретений, уважения и похвалы. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Сигала сутта, Шакал. СН 17.8. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Монахи, слышали ли вы, как перед рассветом был старый Шакал? Да, учитель. Этот старый Шакал поражен болезнью, что зовется чесоткой. Ему не найти облегчения ни в пещере, ни у подножья дерева, ни под открытым небом. Куда бы он ни шел, где бы он ни стоял, где бы он ни сидел, где бы он ни лежал, всюду его преследуют беда и несчастье. Точно так же, монахи, тот монах, чей ум охвачен приобретениями, уважением и похвалой, не находит облегчения ни в пустом жилище, ни у подножья дерева, ни под открытым небом. Куда бы он ни шел, всюду его преследуют беда и несчастье. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Вирамба сутта, Штормовые ветра. СН 17.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Монахи, высоко в небе дуют ветра, называемые штормовыми. Если птица поднимается туда, штормовые ветра швыряют ее, и по мере того, как ее швыряют штормовыми ветрами, ее ноги кидает в одну сторону, крылья кидает в другую сторону, голову кидает в третью сторону, а тело в четвертую. Точно так же, монахи, тот монах, чей ум охвачен приобретениями, уважением и похвалой, одевается утром, берет чашу и верхние одеяния, входит в деревню или город в поисках подаяний, не охраняя тело, речи ум, не устанавливая осознанности, не сдерживая своих органов чувств. Там он видит легко одетую женщину, и его ум наводняется похотью. С умом, наводненным похотью, он оставляет тренировку и возвращается к низшей жизни домохозяина. Кто-то забирает его одежду, кто-то – его чашу, кто-то – его коврик, кто-то – его футляр для хранения игл, как в случае с птицей, которую швыряют штормовыми ветрами. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Сагатха-сутта, с астрофами. СН 17.10. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Монахи, я вижу, как человек, чей ум охвачен уважением, после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Далее, я вижу, как человек, чей ум охвачен недостатком уважения, после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Далее, я вижу, как человек, чей ум охвачен неуважением и недостатком уважения, после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в неблагих уделах, в нижних мирах, в аду. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Так сказал благословенный. И сказав это, счастливейший, учитель, далее добавил, не суть, встречается ли с уважением, или с бесславием, или с тем, и с тем, его сосредоточенность не дрогнет, ведь пребывает он в безмерном состоянии. С настойчивостью в медитации, провидец с утонченным взором, он восторгается в уничтожении цепляния, люди зовут его великим. Суванна Патисутта, Золотая Чаша. СН 17.11. В Саваддхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Монахи, я знал здесь одного человека, чей ум я рассмотрел своим собственным умом, этот почтенный не произнесет намеренные лжи даже ради чаши, сделанные золотой и наполненной серебряной пылью. Но, все же, позже я вижу, как он с умом, охваченным приобретениями, уважением и похвалой, говорит намеренную ложь. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Рупияпати сутта, серебряная чаша. СН 17.12. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Монахи, я знал здесь одного человека, чей ум я рассмотрел своим собственным умом, этот почтенный не произнесет намеренные лжи даже ради чаши, сделанные из серебра и наполненные золотой пылью. Но, все же, позже я вижу, как он с умом, охваченным приобретениями, уважением и похвалой, говорит намеренную ложь. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретениям, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Сутты СН-17-13-20 Сутты в точности идентичны СН-17-12, за исключением следующего небольшого фрагмента, даже ради одной золотой монеты Суваннаникхи. СН-17-13, даже ради ста золотых монет Суваннаникхи. СН-17-14, даже ради одной золотой монеты Сингеникхи. СН-17-15, даже ради ста золотых монет Сингеникхи. 1. СН-17-16, даже ради земли, наполненной золотом. СН-17-17, даже ради любой материальной награды. СН-17-18, даже ради спасения собственной жизни. СН-17-19, даже ради самой красивой девушки в округе. СН-17-20, 1. Суванна-никха, вид древнеиндийской золотой монеты, вероятно, низшей пробы. Синганикха, вид золотой монеты высшей пробы. Матугама сутта, женщина. СН-17-21. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Монахи, даже если кто-то находится наедине с женщиной, может быть так, что это не охватит похотью его ум, но все же приобретения, уважения и похвала могут охватить его ум. Настолько ужасны и опасны приобретения уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Джинападакалини сутта «Самая красивая девушка в округе». СН 17.22. В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Монахи, даже если кто-то находится наедине с самой красивой девушкой в округе, может быть так, что это не охватит похотью его ум, но все же приобретения, уважения и похвала могут охватить его ум. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважения и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя». Экапутта сутта «Единственный сын». Эссен 17.23 В Саваддхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Преданная Дхами Мирянка, правильно убеждая своего дорогого и любимого единственного сына, может убеждать его так. «Дорогой, ты должен стать таким же, как домохозяин Чита или как Хатхака из Оловаки, поскольку таков эталон и Мирила для моих мужчин Мирян, то есть, домохозяин Чита и Хатхака из Оловаки, один. Но если, дорогой, ты оставишь мирскую жизнь и будешь жить бездомной жизнью монаха, то ты должен стать таким же, как Сарепутта или Макгаллана, поскольку таков эталон и Мирила для моих мужчин монахов, то есть, Сарепутта и Макгаллана. Пока. «Дорогой, ты еще ученик, два, который не достиг идеала своего ума, пусть не свалится на тебя приобретение уважения и похвала». Монахи, если приобретение уважения и похвала свалится на монаха, который еще ученик, который не достиг идеала своего ума, то это будет для него препятствием. Настолько ужасны и опасны приобретения уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Один, оба этих мирянина достигали четырех джхан в медитации и были невозвращающимися. Читта был объявлен Буддой как самый выдающийся учитель по тхамме среди мирян, смотри. СН 41, Ахатхака, как наилучший глава группы мирян, которые даривают Сангху четырьмя необходимостями. Два, Секха, все благородные ученики, кроме Араханта, которая Секха, то есть не ученик. Экатхиту сутта, единственная дочь. СН 1724. В Саваддхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Преданная дхамме мирянка, правильно убеждая свою дорогую и любимую единственную дочь, может убеждать ее так, дорогая, ты должна стать такой же, как мирянка Кхуджатара или как Виллукандакия, мать Нанды, поскольку таков эталон и мирила для моих женщин мирянок, то есть, мирянка Кхуджатара и Виллукандакия. Мать Нанды, один. Если он не достиг идеала своего ума, то это будет для нее препятствием. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Один, Кхуджатара была объявлена Буддой самой выдающейся мирянкой в знании Дхаммы. Традиция приписывает ей всю книгу эти вот такие из Кхудда Каникайя. Виллукандакия Нандамата, или, Уттара, была самой выдающейся мирянкой в плане медитативных достижений. Монахиня Кхема была самой выдающейся в плане мудрости среди всех монахинь, а Упалаванна – самой выдающейся в плане развития сверхспособностей. Два, Секха – все благородные ученики, кроме Араханта, которая Секха, то есть не ученик. Патхама Самана Брахмана Сутта – Жрецы и Отшельники 1 СН 17.25 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью привлекательности, опасности, спасения в отношении приобретений, уважения и похвалы, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Дутия Самана Брахмана Сутта – Жрецы и Отшельники 2 СН 17.26 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, привлекательности, опасности, спасения в отношении приобретений, уважения и похвалы, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают это, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Татья Самана Брахмана Сутта, жрецы и отшельники 3. СН 17.27. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают приобретений, уважения и похвалы, их возникновения, их прекращения, и пути, ведущего к их прекращению, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели. в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают это, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Чхави Сутта, Кожи. СН 17.28. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения, и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Приобретения, уважения, и похвала прорезают внешнюю кожу, затем внутреннюю кожу, затем плоть, затем сухожилия, затем кости. Прорезав кости, они проникают прямо в костный мозг. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения, и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение, и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению, и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Валараджа сутта, веревка. СН 17.29. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, ужасно и опасно приобретение, уважение и похвала, мучительное, отвратительное, препятствующее достижению непревзойденной защиты от подневольности. Приобретение, уважение и похвала прорезают внешнюю кожу, затем внутреннюю кожу, затем плоть, затем сухожилия, затем кости. Прорезав кости, они проникают прямо в костный мозг. Представьте, монахи, как если бы сильный человек обвязывал бы чью-либо ногу упругой веревкой из конского волоса и сильно ее затянул. Она бы прорезала внешнюю кожу, затем внутреннюю кожу, затем плоть, затем сухожилия, затем кости. Прорезав кости, она проникла бы прямо в костный мозг. Точно так же, монахи, уважение и похвала прорезают внешнюю кожу, затем внутреннюю кожу, затем плоть, затем сухожилия, затем кости. Прорезав кости, они проникают прямо в костный мозг. Настолько ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Кхинасава Пхикхусута, монах. СН 17.30. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, приобретение, уважение и похвала, я говорю вам, являются препятствием даже для монаха, который арахант, чьи пятна загрязнения ума уничтожены. Когда так было сказано, достопочтенный Ананда спросил Благословенного, но почему, учитель, приобретение, уважение и похвала являются препятствием даже для монаха, чьи пятна уничтожены? Ананда, я не утверждаю, что приобретение, уважение, и похвала являются препятствием для его непоколебимого освобождения ума. Но я говорю, что они являются препятствием для его достижения тех приятных пребываний в этой самой жизни, которые достигнуты тем, кто пребывает старательным, бдительным и решительным, один. Настолько ужасны и опасны, Ананда, приобретение, уважение и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, Ананда, так вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Один, монах не может входить в эти состояния, так как ему постоянно докучают посетителя, он должен постоянно давать лекции и благословения и так далее. Согласно комментарию, здесь имеются в виду достижения сверхмирских плодов. Однако, по замечанию пхикхубодхи, такая трактовка, очевидно, слишком узкая, так как подобной фразой в каноне обозначается достижение джхан. Сангхабхеда сутта, Раскол. СН 17.31. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, ужасны и опасны приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поскольку его ум был охвачен приобретениями, уважением и похвалой, Дивадатта спровоцировал Раскол в Сангхе, один. Настолько ужасны и опасны, монахи, приобретения, уважения и похвала, мучительные, отвратительные, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Вот как вы должны тренировать себя. Один, примечание переводчика СВ, создание раскола в Санхе, тяжелейшая кама, которая в обязательном порядке без исключений приводит к рождению в аду сразу после смерти. Согласно Винае, это злодеяние может быть совершено только монахом, но не мирянином. Сутты СН 17.32.34 Эти сутты в точности аналогичны СН 17.31, за небольшим изменением в одну фразу, «Благой корень ума-дива-датты был отрезан, один, СН 17.32, благая природа ума-дива-датты была отрезана». СН 17.33, яркая природа ума-дива-датты была отрезана. СН 17.34.1, согласно комментарию, благие корни, это не злоба, не жажда, не заблуждений. В случае с дива-датты эти корни не были полностью уничтожены, но были истощены до такой степени, что он, во-первых, переродился после смерти в аду, а во-вторых, уже больше не мог при жизни достичь путей плодов благородного ученика. Оттава-дха-сутта, вскоре после ухода. СН 17.35. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горле под названием «Утес ястребов» вскоре после того, как Дива-датты ушел. И там в отношении Дива-датты Благословенный обратился к монахам, монахи, приобретение, уважение и похвала привели Дива-датту к его собственному падению и погибели. Подобно тому, как банановая пальма, бамбук или камыш дают урожай к своему собственному падению и погибели, точно так же, приобретение, уважение и похвала привели Дива-датту к его собственному падению и погибели. Подобно тому, как мол беременет к своему собственному падению и погибели, один, точно так же, приобретение, уважение и похвала привели Дива-датту к его собственному падению и погибели. Настолько ужасны и опасны, монахи, приобретение, уважение и похвала, мучительное, отвратительное, препятствующие достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение уважения и похвалу и не позволим возникшим приобретением уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Так сказал благословенный. И сказав это, счастливейший учитель далее добавил, как свой же плод ведет к погибели бамбука, пальмы, тростника, и как зародыш убивает мула, то также слава рушит негодя. Один, эта сутта встречается также в Винае в несколько ином варианте изложения. Что касается данного примера с мулом, то, согласно комментарию, такое происходит, когда самка мула спаривается с конем. Если самка мула беременеет, то в момент родов она не может родить, а лишь бьет копытами землю. Тогда ее привязывают к четырем столбам, разрезают живот, доставая жеребенка, а она умирает. Панчарадхасата сутта, пятьсот телег. СН 17-36. Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда принц Аджатасату обслуживал Дивадатту утром и вечером, привозя пятьсот телег даров и поднося ему пятьсот горшков еды. И тогда группа монахов подошла к благословенному. Они поклонились ему, сели рядом и рассказали ему об этом. Благословенный ответил, монахи, не заведуйте приобретением, уважению и похвали Дивадатты. Покуда принц Аджатасату обслуживает его утром и вечером, привозя пятьсот телег даров и поднося ему пятьсот горшков еды, можно ожидать только лишь упадка Дивадатты в благих качествах, а не возрастания. Подобно дикой собаке, которая становится лишь еще более дикой, если ей будут прыскать желчью на нос, то точно так же, монахи, покуда принц Аджатасату обслуживает его утром и вечером, привозя пятьсот телег даров и поднося ему пятьсот горшков еды, можно ожидать только лишь упадка Дивадатты в благих качествах, а не возрастания. Настолько ужасны и опасны, монахи, приобретение, уважение и похвала, мучительное, отвратительное, препятствующее достижению непревзойденной защиты от подневольности. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы отбросим возникшее приобретение, уважение и похвалу и не позволим возникшим приобретением, уважению и похвале утвердиться в завладении нашими умами. Так вы должны тренировать себя. Сутты СН 17.37-43 Сутты в точности идентичны СН 17.12, за исключением небольшого фрагмента, даже ради благополучия своей матери. СН 17.37, даже ради благополучия своего отца. СН 17.38, даже ради благополучия своего брата. СН 17.39, даже ради благополучия своей сестры. СН 17.40, даже ради благополучия своего сына. СН 17.41, даже ради благополучия своей дочери. СН 17.42, даже ради благополучия своей жены. СН 17.43, Чакхусута, Глаз. СН 18.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда достопочтенный Рахула подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, было бы хорошо, если бы Благословенный вкратце научил бы меня Тхаме так, чтобы я пребывал бы один, в уединении, будучи прилежным, старательным, решительным. Как ты думаешь, Рахула, глаз является постоянным или непостоянным? Непостоянным, учитель. А то, что является непостоянным, то является страданием или счастьем? Страданием, учитель. А то, что является непостоянным, является страданием и подвержено изменениям, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, учитель. Ухо является постоянным или непостоянным? Нос? Язык? Тело? Ум является постоянным или непостоянным? Видя так, Рахула, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении глаза, уха, носа, языка, тела, ума. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Через беспристрастие его ум освобождается. Когда он освобожден, приходит знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Сутты СН-18-2-10 Сутты идентичны СН-18-1, но меняются рассматриваемые объекты, формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения, ментальные феномены, СН-18-2 Рупа Сутта, формы. Сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума, СН-18-3 Рупа Сутта, сознание. Контакт глаза, контакт уха, контакт носа, контакт языка, контакт тела, контакт ума, СН-18-4 Рупа Сутта, контакт. Чувство, рожденное контактом глаза, чувство, рожденное контактом уха, чувство, рожденное контактом носа, чувство, рожденное контактом языка, чувство, рожденное контактом тела, чувство, рожденное контактом ума, СН-18-5 ведана сутта, чувство. Восприятие форм, восприятие звуков, восприятие запахов, восприятие вкусов, восприятие тактильных ощущений, восприятие ментальных феноменов, СН-18-6 сания сутта, восприятие. Намерение к формам, намерение к звукам, намерение к запахам, намерение к вкусам, намерение к тактильным ощущениям, намерения к ментальным феноменам, СН-18-7 Читана Сутта, намерения. Жажда к формам, жажда к звукам, жажда к запахам, жажда к вкусам, жажда к тактильным ощущениям, жажда к ментальным феноменам, СН-18-8 Танха Сутта, жажда. Элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, элемент пространства, элемент сознания, СН-18-9 Тхату Сутта, элементы. Форма, чувство, восприятие, формация ума, сознания СН-18-10 Кхандха-сутта, совокупности Сутты СН-18-11-20 Сутты идентичны СН-18-1-10, за исключением того, что здесь Будда задает вопросы Рахули по собственной инициативе, а не будучи спрошенным об этом Рахулой. Мананусовая сутта, вскрытая склонность СН-18-21 В Саваттхе И тогда достопочтенный Рахула отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, Учитель, как следует знать, как следует видеть в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, так чтобы сотворение Я и сотворение моего и скрытая склонность к самомнению более не проявлялись. Любой вид формы, Рахула, прошлый, настоящий, будущий, внутренний или внешний, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое Я. Любой вид чувства. Любой вид восприятия. Любой вид формации. Любой вид сознания – прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Когда кто-либо так видит и знает, Рахула, в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, сотворение я и сотворение моего и скрытая склонность к самомнению более не проявляются в нем. Монопагата сутта, избавление от самомнения. СН 18.22. В Саваттхе. И тогда достопочтенный Рахула отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, «Учитель, как следует знать, как следует видеть в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, так чтобы ум избавился от сотворения я, сотворение моего и самомнения, преодолел разграничений, стал умиротворенным и хорошо освобожденным». Любой вид формы, Рахула, прошлый, настоящий, будущий, внутренний или внешний, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, увидев всякую форму правильной мудростью в соответствии с действительностью, «Это не мое, я не таков, это не мое я». Человек освобожден посредством отсутствия цепляния. Любой вид чувства. Любой вид восприятия. Любой вид формации. Любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, увидев всякое сознание и правильной мудростью в соответствии с действительностью, «Это не мое, я не таков, это не мое я». Человек освобожден посредством отсутствия цепляния. Когда человек так видит и знает, Рахула, в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних признаков, ум избавляется от сотворения я, сотворения моего и самомнения, преодолевает разграничения, становится умиротворенным и хорошо освобожденным». Аддхисутта, скелет. СН 19.1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда и Достопочтенный Лакхана, один, и Достопочтенный Махамакгалана пребывали на гаре под названием «Утез ястребов». И тогда, утром, Достопочтенный Махамакгалана оделся, взял чашу и одеяние, отправился к Достопочтенному Лакхане и сказал ему, «Ну же, друг Лакхана, идем вместе в Раджагаху за подаяниями». «Хорошо, друг», ответил Достопочтенный Лакхана. И затем, по мере того, как они спускались с горы «Утез ястребов», дойдя до определенного места, Достопочтенный Махамакгалана улыбнулся, «Два». Достопочтенный Лакхана сказал ему, «В чем причина, друг Макгалана, того, что ты улыбнулся? Сейчас неподходящее время для этого вопроса, друг Лакхана. Задай мне его, когда мы будем находиться в присутствии Благословенного». И тогда, после того, как Достопочтенный Лакхана и Достопочтенный Махамакгалана сходили в Раджагаху за подаяниями, вернулись в схождение за подаяниями, после принятия пищи они подошли к Благословенному. Поклонившись Благословенному, они сели рядом и Достопочтенный Лакхана сказал Достопочтенному Махамакгалане, «По мере того, как мы спускались с горы «Утез ястребов», Достопочтенный Махамакгалана, дойдя до определенного места, улыбнулся. В чем причина, друг Макгаллана, того, что ты улыбнулся? Друг, по мере того, как я спускался с горы и утес ястребов, я увидел, как в воздухе движется скелет. Грифы, вороны, ястребы преследовали его, клевали его промеж ребер, пронзали его и разрывали его на части, в то время как он кричал от боли. Три. Мысль пришла ко мне, удивительно, в самом деле. Поразительно, в самом деле, что может существовать такое живое существо, что может существовать такой призрак, что может быть такая форма личностного существования. И тогда благословенный обратился к монахам так, «Монахи, есть мои ученики, которые пребывают, сами став видением, сами став знанием, и в таком ученике подобное видение может быть увидено, узнанное засвидетельствовано самостоятельно. В прошлом, монахи, я тоже видел это существо. Но я не сказал об этом, поскольку если бы я сказал об этом, другие не поверили бы мне, а если бы они не поверили бы мне, то это привело бы к их беде и страданиям в течение длительного времени. Это существо, монахи, в прошлом было забойщиком скота в этой самой Раджагахе. В результате той камы, отмучившись в аду в течение многих лет, многих сотен лет, многих тысяч лет, многих сотен тысяч лет, в качестве остаточного плода этой же самой камы, он сейчас переживает подобную форму личностного существования». 4. 1. Достопочтенный Лакхана был одним из тысячи аскетов Джатил, учеников-братьев Касаб, которых обратил Будда вскоре после своего просветления. Как и остальные из них, достопочтенный Лакхана достиг араханства во время слушания огненной проповеди, СН 35-28. 2. Согласно комментарию, достопочтенный Махамат Галлана улыбнулся по той причине, что пересмотрел в уме свой успех достижения и освобождение от подобных форм перерождений, равно как и успех знаний Будды. 3. Согласно комментарию, у них были острые как медь железные клювы. Все эти птицы на самом деле были якхами, поскольку обычные птицы не могут видеть подобных призрачных существ. 4. Согласно комментарию, в момент смерти в Аду у него в уме возник образ груды коровьих костей. Этот образ стал объектом перерождающего сознания, в результате чего он стал призраком с телом в виде скелета. 4. Сутты СН-19-2-21 Все эти сутты аналогичны СН-19-1, но различается увиденный достопочтенным Махамат Галланный субъект, «Я увидел кусок мяса, движущийся в воздухе. Грифы, вороны, ястребы преследовали его, пронзали его и разрывали его на части, в то время как он кричал от боли. Это существо, монахи, было забойщиком скота в этой самой Раджагахе». 1. СН-19-2 Мамсапейси сутта, «Кусок мяса. Я увидел груду мяса, движущуюся в воздухе. Грифы, вороны, ястребы преследовали ее, пронзали ее и разрывали ее на части, в то время как она кричала от боли. Это существо было забойщиком домашней птицы в этой самой Раджагахе». СН-19-3 Мамсапинда сутта, «Груда мяса». Я увидел человека с содранной кожей, движущегося в воздухе. Грифы, вороны, ястребы преследовали его, пронзали его и разрывали его на части, в то время как он кричал от боли. Это существо было забойщиком овец в этой самой Раджагахе. СН-19-4 Ничхави сутта, «Человек с содранной кожей». Я увидел человека с клинками вместо волос на теле, движущегося в воздухе. Эти клинки поднимались и ударяли его тело, в то время как он кричал от боли. Это существо было забойщиком свиней в этой самой Раджагахе. СН-19-5 Асилома сутта, «Волосы клинки». Я увидел человека с копьями вместо волос на теле, движущегося в воздухе. Эти копья поднимались и ударяли его тело, в то время как он кричал от боли. Это существо было охотником на оленей в этой самой Раджагахе. СН-19-6 Сатилома сутта, «Волосы клинки». Я увидел человека со стрелами вместо волос на теле, движущегося в воздухе. Эти стрелы поднимались и ударяли его тело, в то время как он кричал от боли. Это существо было палачом в этой самой Раджагахе, 2, СН-19-7 Сулома сутта, волосы стрелы. Я увидел человека с иглами вместо волос на теле, движущегося в воздухе. Эти иглы поднимались и ударяли его тело, в то время как он кричал от боли. Это существо было укоротителем лошадей в этой самой Раджагахе. СН-19-8 Падхама сучилома сутта, волосы иглы 1. Я увидел человека с иглами вместо волос на теле, движущегося в воздухе. Эти иглы входили в его голову и выходили через рот. Они входили в его рот и выходили через грудь. Они входили в его грудь и выходили через живот. Они входили в его живот и выходили через бедра. Они входили в его бедра и выходили через икры. Они входили в его икры и выходили через стопы, в то время как он кричал от боли. Это существо было клеветником в этой самой Раджагахе, 3, SN199DUTESUCHILOMASUTTA, волосы иглы 2. Я увидел человека с яйцами размером с котелок, движущегося в воздухе. Когда он шел, ему приходилось взваливать свои яйца на плечи, а когда он садился, ему приходилось садиться на своих же яйца сверху. Грифы, вороны, ястребы преследовали его, пронзали его и разрывали его на части, в то время как он кричал от боли. Это существо было подкупленным судьей в этой самой Раджагахе, 4, SN 1910 Кумбханда Сутта, яйца размером с котелок. Я увидел человека с головой, погруженный в выгребную яму. Это существо было прелюбодеем в этой самой Раджагахе, 5, SN 1911 Сусисака Сутта, с погруженной головой. Я увидел человека, погруженного в яму с фекалиями, поедающего фекалии обеими руками. Это существо, монахи, было враждебным брахманом в этой самой Раджагахе. Во времена учения Будды Кассапы он приглашал сангху монахов на обед. Наполнив горшки для риса фекалиями, он говорил монахам, почтенные, ешьте сколько захотите и остатки заберите с собой. SN 1912 Гудхакхади Сутта, поедатель фекалий. Я увидел женщину с содранной кожей, движущуюся в воздухе. Грифы, вороны, ястребы преследовали ее, пронзали ее и разрывали ее на части, в то время как она кричала от боли. Эта женщина была изменщицей в этой самой Раджагахе. SN 1913 Нечхавид Сутта, женщина с содранной кожей. Я увидел женщину, источающую в узловоне уродливую, движущуюся в воздухе. Грифы, вороны, ястребы преследовали ее, пронзали ее и разрывали ее на части, в то время как она кричала от боли. Эта женщина была предсказательницей судьбы в этой самой Раджагахе. SN 1914 Мангулит Тхи Сутта, уродливая женщина. Я увидел женщину с поджаренным телом, изнемогающим от зноя, покрытым копотью, движущуюся в воздухе, в то время как она кричала от боли. Эта женщина была главной царицей царя Калинги. Из-за своего ревнивого характера она опрокинула медник с углями на одну из жен царя. SN 1915 Акелине Сутта, изнемогающая от зноя женщина. Я увидел обезглавленный торс, движущийся в воздухе. Его глаза и рот были на его груди. Грифы, вороны, ястребы преследовали его, пронзали его и разрывали его на части, в то время как он кричал от боли. Это существо было палачом по имени Харико в этой самой Раджагахе. SN 1916 Акелине Сутта, обезглавленный торс. Я увидел монаха, движущегося в воздухе. Его верхние одеяния, чаша, поясы тела пылали, горели, полыхали, в то время как он кричал от боли. Этот монах был порочным монахом во времена Будды Кассапы, 8, SN 1917 Папапхикху Сутта, порочный монах. Я увидел монахиню, движущуюся в воздухе. Ее верхние одеяния, чаша, поясы тела пылали, горели, полыхали, в то время как она кричала от боли. Эта монахиня была порочной монахиней во времена Будды Кассапы. SN 1918 Папапхикху Несутта, порочная монахиня. Эти три сутты идентичны предыдущие SN 1918 за исключением субъекта, я увидел монахиню испытуемую. SN 1919, я увидел монаха-послушника. SN 1920, я увидел монахиню-послушницу. SN 1921, 1, согласно комментарию, это был мясник, который запасал куски мяса и потом продавал это сушеное мясо в течение многих лет. После смерти в аду у него в уме возник образ куска мяса, и он переродился призраком с телом в виде куска мяса. 2, согласно комментарию, это был палач, который пытал разными способами преступников, а затем убивал их стрелами. После смерти в аду у него в уме возник образ пронзающих тела стрел, и он переродился призраком с телом, волосы на котором были в виде стрел. 3, согласно комментарию, это был клеветник, который ссорил между собой людей и за счет своей клеветы приводил их к упадку и бедствиям. Таким образом, та острая боль, которую переживали эти люди, как будто бы их пронзали иглами, стала образом в его уме в момент смерти, в результате чего он переродился подобным призраком. 4, дословно деревенский обманщик. Согласно комментарию, он тайно брал взятки, заявлял об очевидном как об ошибочном и перераспределял себе имущество других, выставляя таким образом свои интимные места на показ. Поскольку он накладывал тяжелые наказания на других, его интимные места стали для него тяжким грузом. А поскольку он был несправедливым, весома, в то время как должен был быть справедливым, его интимные места стали несоразмерными. 5, комментарий. Испытав контакт с чужой женой, насладившись этим порочным наслаждением, чувственным удовольствием, в результате противодействия этой камы он переродился в условиях, где испытывал контакт с нечистотами и болью. 6, комментарий. Она обманывала своего мужа и наслаждалась контактами с другими мужчинами. Таким образом, в результате противодействия ее камы, она переродилась женщиной с содранной кожей, переживающей болезненный контакт. 7, согласно комментарию, она обманывала людей, принимая благовония цветы, и предрекая им, что они станут богатыми, исполнив те или иные ритуалы. Таким образом, она утвердила во многих людях плохие, неправильные воззрения. Из-за принятия благовония цветов она сама стала зловонно пахнущей, а также уродлива из-за того, что утвердила в людях плохие воззрения. 8, согласно комментарию, этот монах получал от верующих мирян кров, одежду, лекарства и еду, но он был не сдержан в телесном и словесном поведении, а также вел порочный образ жизни и веселился от души. Аналогичное объяснение применимо и к двум последующим субтам. Кута сутта, остроконечная крыша. СН 20, 1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный сказал так, монахи, подобно тому, как все стропила в доме с остроконечной крышей ведут к вершине крыши и сходятся в вершине крыши, и все они устраняются, когда остроконечную крышу снимают, то точно так же и все неблагие качества ума кореняются в невежестве и сходятся в невежестве, и все они искореняются, когда невежество искоренено. Поэтому, монахи, вы должны тренировать себя так, мы будем пребывать в прилежании. Так вы должны тренировать себя, один. Один, комментарий поясняет это как пребывание в постоянной осознанности. Качество прилежания объясняется в СН 48-56. Набхасикха сутта, ноготь. СН 20, 2. В Саваттхи. И тогда благословенный зачерпнул немного земли своим ногтем и обратился к монахам. Монахи, как вы думаете, чего больше, этой горстки земли, что я зачерпнул своим ногтем, или же этой великой земли? Учитель, великая земля больше. Горстка земли, что благословенный зачерпнул своим ногтем, практически ничто. В сравнении с великой землей та горстка земли, что благословенный зачерпнул своим ногтем, даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с частью этой великой земли. Точно так же, монахи, мало тех существ, что перерождаются среди людей. Но куда больше тех, что перерождаются где-либо еще помимо мира людей, один. Поэтому, монахи, вы должны тренировать себя так, мы будем пребывать в прилежании. Так вы должны тренировать себя. Один, комментарий поясняет, что рождение среди божеств такое жирткое. Смотри также и СН 56. 102-131. Кула-сутта, Семьи. СН 23. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, подобно тому, как грабителям легко напасть на те семьи, в которых много женщин и мало мужчин, то точно так же нечеловеческим существам легко напасть на монаха, который не развил и не взрастил освобождение ума доброжелательностью. Подобно тому, как грабителям трудно напасть на те семьи, где мало женщин, но много мужчин, то точно так же нечеловеческим существам трудно напасть на монаха, который развил и взрастил освобождение ума доброжелательностью. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем развивать и взращивать освобождение ума доброжелательностью, мы сделаем его своим средством передвижения, сделаем его своим основанием, утвердим его, будем упражняться в нем и в совершенстве и полностью освоим его. Так вы должны тренировать себя. Акхасата сутта, котлы с едой. СН 20, 4. Псавадхи. Благословенный сказал, монахи, если бы кто-либо давал бы сотню котлов с едой в качестве подаяния утром, сотню котлов с едой в качестве подаяния днем, сотню котлов с едой в качестве подаяния вечером, и если кто-нибудь другой развивал бы доброжелательный ум даже в течение мгновения, за которое можно было бы дернуть корову за вымя, либо утром, либо днем, либо вечером, то последнее было бы более плодотворным, нежели первое. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем развивать и взращивать освобождение ума доброжелательностью, мы сделаем его своим средством передвижения, сделаем его своим основанием, утвердим его, будем упражняться в нем и в совершенстве и полностью освоим его. Так вы должны тренировать себя. Сатти-сутта, Копье. СН-25. В Саваттхе. Монахи, представьте себе копье с острым лезвием, и проходящий мимо человек подумал бы, что если я своей рукой или кулаком погну это копье с острым лезвием, согну вдвое и завяжу узлом. Как вы думаете, сможет ли это человек своей рукой или кулаком погнуть это копье с острым лезвием, согнуть вдвое и завязать узлом? Нет, учитель. И почему? Потому что копье с острым лезвием не просто погнуть, согнуть вдвое или завязать узлом. Этого человека ждала бы лишь досада и неприятности. Точно так же, монахи, когда монах постоянно возделывал, развивал, удерживал, утверждал в качестве основы, делал непоколебимым и твердым освобождением ума доброжелательностью, то любое нечеловеческое существо, которое пожелало бы завладеть умом этого монаха, столкнулось бы лишь с досадой и неприятностями. Поэтому вы должны тренировать себя так, мы будем постоянно возделывать, развивать, удерживать, утверждать в качестве основы, делать непоколебимым и твердым наше освобождение ума доброжелательностью. Вот так вы должны тренировать себя. Тханугга Аха Сутта, Лучники. СН-20, 6. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте четырех лучников с луками на изготове, обученных, ловких, опытных, стоящих в направлении к одной из четырех сторон света. И мимо проходил бы человек, думая так, я поймаю стрелы, выпущенные этими четырьмя лучниками в каждую из сторон света до того, как они коснутся земли, и принесу их обратно. Как вы думаете, монахи, достаточно ли было бы этого, чтобы заявлять, это человек, бегун, обладающий невероятной скоростью? Учитель, даже если бы этот человек смог бы поймать хоть одну стрелу, выпущенную одним из лучников, до того, как она коснулась бы земли, и принести ее обратно, уже одного этого было бы достаточно, чтобы заявлять, это человек, бегун, обладающий невероятной скоростью. Что уж говорить о стрелах, выпущенных всеми четырьмя лучниками? Монахи, и хоть это человек столь быстр, солнце и луна еще быстрее. И хоть это человек столь быстр, а солнце и луна еще быстрее, божества, что мчатся пред солнцем и луной еще быстрее, но еще быстрее распадаются формирователи жизненной силы, один. Поэтому, монахи, вы должны тренировать себя так, мы будем пребывать в прилежании. Так вы должны тренировать себя. Один, Айсангхара. Физический механизм поддержания жизни тела. Небольшое объяснение приводится в МН-43. Также, именно отпустив формирователи жизненной силы, Будда запустил необратимый процесс распада тела, который завершился через три месяца после принятия решения отпустить контроль этих формирователей. Смотри. СН-51-10. Анисутта, штифт для барабана. СН-27. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, когда-то давным-давно у досарахов был барабан под названием «Призыватель-1». Когда призыватель трескался, досарахи вставляли в него очередной штифт. В один прекрасный момент изначальный корпус призывателя исчез, а остался только набор одних штифтов. Аналогичным образом, монахи, подобное произойдет и в будущем. Когда будут декламироваться беседы, произнесенные Татхагатой, глубокие, глубокие в своем значении, сверхмирские, связанные с пустотностью, у людей не будет желания их слушать, они не будут склонять к ним ухо, не будут утверждать свои сердца в их познании, не будут считать, что эти учения стоит изучать и практиковать. Но вместо этого они будут слушать, когда декламируются беседы, что являются книжными работами, трудами поэтов, что изящно в звучании и изящно в риторике, трудами чужаков, словами учеников. Они будут склонять к ним ухо. Они будут утверждать свои сердца в их познании. Они будут считать, что эти учения стоит изучать и практиковать. Вот таким образом, монахи, те беседы, произнесенные Татхагатой, глубокие, глубокие в своем значении, сверхмерские, связанные с пустотностью, исчезнут. Поэтому, монахи, вот как вам следует тренировать себя, когда декламируются беседы, произнесенные Татхагатой, глубокие, глубокие в своем значении, сверхмерские, связанные с пустотностью, у нас будет желание их слушать, мы будем склонять к ним ухо, будем утверждать свои сердца в их познании, будем считать, что эти учения стоит изучать и практиковать. Вот как вам следует тренировать себя. Один, согласно комментарию, это был клан Хаттиев. Призывателем, Анаака, назывался их барабан, сделанный из клешни огромного краба. Его звук можно было услышать за двенадцать йоджан, и этот барабан использовали, чтобы собирать с округи людей на празднование. Калингару Патхана Сутта, Деревянный Чурбан. СН-28. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в остроконечном павильоне. Там Благословенный обратился к монахам так «Монахи! Учитель!» Отвечали те монахи. Благословенный сказал так «Монахи, сейчас Личхави живут так, что используют деревянные чурбаны в качестве подушек. Они прилежны и усердны в боевой подготовке. Царь Аджетаса то из Магадхи, сын Вегехов, не может подступиться к ним. Он не может схватить их. Но в будущем Личхави станут изнеженными, с мягкими и нежными руками и ногами. Они будут спать до восхода солнца на мягких постелях с подушками, набитыми ватой. И тогда царь Аджетаса то из Магадхи подберется к ним, он схватит их. Монахи, сейчас монахи живут так, что используют деревянные чурбаны в качестве подушек. Они прилежны и усердны в своем духовном старании. Злой Мара не может подступиться к ним. Он не может схватить их. Но в будущем монахи станут изнеженными, с мягкими и нежными руками и ногами. Они будут спать до восхода солнца на мягких постелях с подушками, набитыми ватой. И тогда злой Мара подберется к ним, он схватит их. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, используя в качестве подушек деревянные чурбаны, мы будем пребывать прилежными и усердными в старании. Вот как вы должны тренировать себя, один. Один, согласно комментарию, в ранние годы учительства Будды монахи практиковали медитацию весь день после принятия пищи, до полудня, вплоть до второй стражи ночи. После этого они ложились спать, используя куски дерева в качестве подушек, после чего рано утром вставали и продолжали заниматься медитацией при ходьбе. Нага сутта, огромный слон. СН 20, 9. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда один недавно получивший посвящение монах стал слишком часто посещать семьи. Другие монахи сказали ему, достопочтенному не стоит слишком часто посещать семьи. Но когда он получил от них такой упрек, он сказал, «Эти старшие монахи думают, что могут посещать семьи, так почему мне нельзя?» И тогда группа монахов отправилась к благословенному, они поклонились ему, сели рядом и рассказали обо всем благословенному. Он сказал, «Монахи, однажды в лесу было большое озеро, и рядом с ним проживали огромные слоны. Эти слоны плюхались в озеро, срывали стебли лотосов своими хоботами, и, тщательно отмыв их от тыла, они жевали их и проглатывали. Это укрепляло их красоту и силу, и в этом случае они не встречали смерти или смертельные муки. Их отпрыски, подражая этим огромным слонам, плюхались в озеро, срывали стебли лотосов своими хоботами, но, тщательно не отмыв их, они жевали их и проглатывали вместе с Илом. Это не укрепляло их красоту и силу, и в этом случае они встречали смерть или смертельные муки. Точно так же, монахи, бывает так, что старшие монахи одеваются рано утром, берут чаши одеяния и входят в деревню собирать подаяния. Они проповедуют Тхамму, и миряне выражают им свое доверие, один. Они пользуются полученными благами, будучи непривязанными к ним, не очаровываясь ими, без слепой поглощенности в них, видя опасность в них и понимая спасение. Это укрепляет их красоту и силу, и в этом случае они не встречают смерть или смертельные муки. Только получившие посвящение монахи, подражая старшим монахам, одеваются рано утром, берут чаши одеяния и входят в деревню собирать подаяния. Они проповедуют Тхамму, и миряне выражают им свое доверие. Они пользуются полученными благами, будучи привязанными к ним, очаровываясь ими, со слепой поглощенностью в них, не видя опасности в них и не понимая спасение. Это не укрепляет их красоту и силу, и в этом случае они встречают смерть или смертельные муки. 2. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем пользоваться полученными благами, будучи непривязанными к ним, не очаровываясь ими, без слепой поглощенности в них, видя опасность в них и понимая спасение. Вот как вы должны тренировать себя. 1. Комментарий, то есть дают им четыре необходимости, кров, одежду, еду, лекарства. 2. Объяснение приводится в следующей сутте, СН 20, 10. Билала сутта, кошка. СН 20, 10. В Саваттхе. И тогда один монах слишком часто общался с семьями. Другие монахи сказали ему, достопочтенному не стоит слишком часто общаться с семьями. Но хотя он получил от них такой упрек, он не прекратил подобного поведения. И тогда группа монахов отправилась к благословенному, они поклонились ему, сели рядом и рассказали обо всем благословенному. Он сказал, монахи, как-то раз кошка стояла в проеме между домами или у сточной канавы или у мусорной корзины, поджидая маленькую мышку и думая так, когда эта маленькая мышка выползет в поисках еды, я тут же схвачу ее и съем. И затем та маленькая мышка выползла в поисках еды, а кошка схватила ее и в спешке проглотила, не разжевав. И тогда та маленькая мышка съела кишки и брожейку кошки, и тогда кошка повстречала смерть и смертельные муки. Точно так же, монахи, бывает так, когда некий монах одевается рано утром, берет чашлы одеяния и входит в деревню или город собирать подаяния, не охраняя тело, речи ум, не установив осознанность, будучи не сдержанным в органах чувств. Там он видит легко одетую, легко облаченную женщину, и похоть вторгается в его ум. С наводненным похотью умом он встречает смерть или смертельные мучения, потому что это, монахи, называется смертью в дисциплине благородных, когда кто-либо оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни мирянина. А это называется смертельными муками, когда кто-либо совершает омраченный проступок, в отношении которого позволительное исправление, один. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем входить в деревню или в город за сбором подаяний, охраняя тело, речь и ум, установив осознанность, будучи сдержанными в наших органах чувств. Вот как вы должны тренировать себя. Один, это проступок, совершенный под действием загрязнения, в данном случае похоти, но такой, который не попадает в разряд параджики, автоматическое пожизненное исключение из монашества, и может быть искуплен посредством прохождения определенного вида наказания. Патхама Сигала Сутта, Шакал 1. СН 20, 11. В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, слышали ли вы, как перед рассветом выл старый Шакал? Да, учитель. Этот старый Шакал поражен болезнью, что зовется чесоткой. И все же, он идет, куда захочет, стоит, где захочет, сидит, где захочет, лежит, где захочет, и даже прохладный ветерок обдувает его. Было бы благостно для кое-кого здесь, кто заявляет о себе как о последователе сына Сакьев, если бы он мог переживать хотя бы такой вид личностного существования, один. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем пребывать прилежными. Вот как вы должны тренировать себя. Один, согласно комментарию, Будда намекает здесь на порочного монаха Девадату. Дутия Сигала Сутта, Шакал 2. СН 20, 12. В Саваттхе. Благословенный сказал, Монахи, слышали ли вы, как перед рассветом выл старый Шакал? Да, учитель. В этом старом Шакале может быть хотя бы какая-то толика благодарности и признательности, но кое-кого здесь, кто заявляет о себе как о последователе сына Сакьев, нет вообще никакой благодарности и признательности, один. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем благодарными и признательными, и мы не проигнорируем даже малейшей любезности, сделанной по отношению к нам. Вот как вы должны тренировать себя. Один, согласно комментарию, Будда намекает здесь на порочного монаха Девадатту. Саню Таникая, 25. Сатти Сутта. Копье. Савадхи. Монахи, представьте себе копье с острым лезвием, и проходящий мимо человек подумал бы, что если я своей рукой или кулаком погну это копье с острым лезвием, согну вдвое и завяжу узлом? Как вы думаете, сможет ли этот человек своей рукой или кулаком погнуть это копье с острым лезвием, согнуть вдвое и завязать узлом? Нет, учитель. И почему? Потому что копье с острым лезвием не просто погнуть, согнуть вдвое или завязать узлом. Этого человека ждала бы лишь досада и неприятности. Точно так же монахи, когда монах постоянно возделывал, развивал, удерживал, утверждал в качестве основы, делал непоколебимым и твердым состояние освобожденного ума за счет доброжелательности, то любое, нечеловеческое существо, которое бы пожелало завладеть умом этого монаха, столкнулось бы лишь с досадой и неприятностями. Поэтому вы должны тренировать себя так. Мы будем постоянно возделывать, развивать, удерживать, утверждать в качестве основы, делать непоколебимым и твердым наше состояние освобожденного ума за счет доброжелательности. Вот так вы должны тренировать себя. Калита сутта, Калита. СН 21.1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там достопочтенный Махамак Галлана, один, обратился к монахам так, «Друзья монахи! Друг!» Отвечали те монахи. Достопочтенный Махамак Галлана сказал, «Вот, друзья, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, такое рассмотрение возникло у меня в уме. Благородная тишина, благородная тишина, так говорят. Что же такое благородная тишина?» Тогда, друзья, мысль пришла ко мне, вот, с угасанием направления и удержания ума на объекте медитации монах входит и пребывает во второй джхане, которая характерна внутренней устойчивостью и уединением ума, не имеет направления и удержания, наделена восторгом и удовольствием, что рождены сосредоточением. Это называется благородной тишиной. Затем, друзья, с угасанием направления и удержания я вошел и пребывал во второй джхане. По мере того, как я пребывал в ней, восприятие и внимание, сопровождаемое направлением, два, охватили меня. Тогда, друзья, благословенный пришел ко мне посредством сверхъестественных сил и сказал так, «Махгаллана, Махгаллана, не будь беспечным, Брахман, в отношении благородной тишины. Утверди свой ум в благородной тишине, объедини свой ум в благородной тишине, сосредоточь свой ум в благородной тишине». И далее, друзья, спустя какое-то время, с угасанием направления и удержания я вошел и пребывал во второй джхане, которая характерна внутренней устойчивостью и уединением ума, не имеет направления и удержания, наделена восторгом и удовольствием, что рождены сосредоточением. Если, друзья, кто-либо правдиво говорил бы о ком-либо так, он, ученик, достигший величия в прямом знании под руководством учителя, то он мог бы так правдиво сказать обо мне. 1. Мирское имя Махамагалланы, Калита. 2. Витакка. Также имеет значение мысль. Упатисса сутта, Упатисса. СН 21.2. В Саваттхе. Там достопочтенный Сарипутта обратился к монахам так, друзья-монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, «Вот, друзья, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, такое рассмотрение возникло у меня в уме, если что-либо в мире, из-за изменения и перемены которого во мне могли бы возникнуть печаль, стенание, боль, неудовольствие и отчаяние. И мысль пришла ко мне, нет ничего в мире, из-за изменения и перемены которого во мне могли бы возникнуть печаль, стенание, боль, неудовольствие и отчаяние. Когда так было сказано, достопочтенный Ананда обратился к достопочтенному Сарипутте, друг Сарипутта, «А если бы сам учитель претерпел бы изменения и перемены, то разве не возникли бы в тебе печаль, стенание, боль, неудовольствие и отчаяние? Друг, даже если бы сам учитель претерпел бы изменения и перемены, то во мне не возникли бы печаль, стенание, боль, неудовольствие и отчаяние. Однако, мысль пришла бы ко мне, учитель, такой влиятельный, такой великий и могущественный, скончался. Если бы благословенный жил бы в течение долгого времени, то это было бы на благо и счастье многих, из-за сострадания к миру, ради благополучия и счастья богов и людей. Должно быть, это потому, что сотворение «я» и сотворение моего, а также скрытая склонность к самомнению уже долгое время как были тщательно искоренены в достопочтенном сарепуте, что даже если бы сам учитель претерпел бы изменения и перемены, в нем не возникли бы печаль, стенание, боль, неудовольствие и отчаяние, один, один, полное устранение самомнения достигается только при араханстве, а вместе с этим, и любое цепляние и привязанности к чему бы то ни было в мире, включая учителя. Тхата Сутта, Бочка. СН 21.3. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время достопочтенный сарепута и достопочтенный Махамакгалана пребывали в Раджагахе в одной хижине в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда, вечером, достопочтенный сарепута вышел из затворничества и подошел к достопочтенному Махамакгалане. Он обменялся с ним вежливыми приветствиями, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, друг Махамакгалана, ты умиротворен, черты твоего лица яркие чисты. Не провел ли весь день достопочтенный Махамакгалана в умиротворенном пребывании? Друг, я провел день в довольно грубом пребывании, но я поучаствовал в некой беседе Адхамме. С кем же достопочтенный Махамакгалан обеседовал Адхамме? Друг, у меня была беседа Адхамме с благословенным. Но благословенный находится далеко, друг. Сейчас он пребывает в Савадхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Отправился ли достопочтенный Махамакгалана к благословенному посредством сверхъестественных сил, или же благословенный сам пришел к достопочтенному Махамакгалане посредством сверхъестественных сил? Друг, я не отправлялся к благословенному посредством сверхъестественных сил, но и благословенный не приходил ко мне посредством сверхъестественных сил. Вместо этого благословенный очистил свой элемент божественного глаза и божественного уха, чтобы общаться со мной, и я тоже очистил свой элемент божественного глаза и божественного уха, чтобы общаться с благословенным. 1. Какую же беседу Адхамя вел достопочтенный Махамагаллана с благословенным? Друг, я сказал благословенному, учитель, с утвержденным усердием, с утвержденным усердием, так говорят. В каком случае, учитель, кто-либо обладает утвержденным усердием? И тогда благословенный сказал мне, вот, Макгаллана, монах пребывает с утвержденным усердием так, пусть останутся только кожа, сухожилия и кости, пусть высохнет плоти кровь в моем теле, но я не позволю своему усердию слабнуть, пока не достигну того, что может быть достигнуто человеческой силой, человеческим старанием, человеческим рвением. Вот так, Макгаллана, кто-либо обладает утвержденным усердием. Вот какую беседу Адхаме, друг, я вел с благословенным. Друг, если сопоставлять нас с достопочтенным Махамагалланой, то мы точно пара камушков в сравнении с Гималайами, царем гор. Достопочтенный Махамагаллан обладает такой сверхъестественной силой и могуществом, что если бы он захотел, он мог бы жить еще целый цикл, два. Друг, если сопоставлять нас с достопочтенным Сарепутой, то мы точно пара крупиц соли в сравнении с бочкой соли. Ведь благословенный многими способами восхвалял, хвалил и возносил достопочтенного Сарепуту, как Сарепута выше всех мудрости, нравственности, умиротворения, так вышедший за мира грань монах как наибольшая, с ним мог бы лишь сравняться. Вот каким образом эти двое великих ногов, три, возрадились тому, что было хорошо сказано и хорошо провозглашено каждым из них. Один, комментарий, старец задался вопросом, где сейчас благословенный? Расширив медитацию область сияния ума, он с помощью божественного глаза увидел его сидящим в благоуханной хижине в роще джеты. И тогда он услышал его голос с помощью элемента божественного уха. Учитель сделал то же самое, и так они могли видеть друг друга и слышать голоса друг друга. 2. Каппа. Комментарий говорит здесь об Аюкаппе, то есть сроке человеческой жизни. По мнению достопочтенного Бодхи нигде в текстах сутт слова каппа не употребляется в таком значении, но всегда обозначает огромный промежуток времени, один цикл существования Вселенной. 3. Одно из значений у слова наага, арахант. Именно в этом смысле оно здесь используется. Навабхикху сутта, молодой монах. СН 21.4. В Саваттхе. И тогда один молодой монах, вернувшись с хождения за подаяниями, входил в свое жилище и после принятия пищи проводил время в комфортном проживании, пребывая в молчании. Он не помогал монахам в шите одеяний. И тогда группа монахов подошла к Благословенному, поклонившись ему, они сели рядом и рассказали ему об этом. Тогда Благословенный обратился к одному из монахов, «Ну же, монах, скажи этому монаху от моего имени, что учитель зовет его». «Да, учитель», ответил монах, отправился к тому монаху и сказал, «Друг, учитель зовет тебя». «Да, друг», ответил тот монах, отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему, «Правда ли, монах, что, вернувшись с хождения за подаяниями, ты входишь в свое жилище и после принятия пищи проводишь время в комфортном проживании, пребывая в молчании, и не помогаешь монахам в шитии одеяния? Я выполняю свои собственные обязанности, учитель». И тогда Благословенный, напрямую познав своим собственным умом рассмотрение в уме того монаха, обратился к монахам так, «Монахи, не ищите вины в этом монахе». Этот монах, тот, кто обретает по желанию, без труда и проблем, четыре джханы, которые представляют собой возвышенный ум и обеспечивают приятное пребывание в этой самой жизни. И, кроме того, он тот, кто, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас входит и пребывает в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Так сказал Благословенный. И сказав это, счастливейший учитель, далее добавил, «Не за счет слабых стараний, не за счет хилых стремлений, обретается это неббана, свободы от всяких страданий». Этот юный монах, величайший, уже человек, ведь несет он последнее тело, Мару с грудой повергнуть сумевший, один. Один, согласно комментарию, под словом груды можно понимать либо слона, на котором Мара выезжает на битву, либо войско Мары. Здесь, разумеется, Мара и войско Мары – метафора загрязнения ума. Суджата сутта, Суджата. СН 21.5. В Саваттхе. И тогда достопочтенный Суджата отправился к Благословенному. Благословенный, завидев его издали, обратился к монахам так, «Монахи, этот молодой человек прекрасен в обоих отношениях. Он красив, наделен привлекательной внешностью, на него приятно смотреть, он обладает величайшей красотой своего облика. И, кроме того, он тот, кто, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас входит и пребывает в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную». Так сказал Благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, «Этот монах сияет неземною красотой, всецело выправив свой ум. Он отделен, свободен атаков, небабанно он достиг посредством нецепляния. Несет свое последнее он тело, обратив в бегство Мару с его грудой». Лакунтак Абхаддио сутта, Лакунтак Абхаддио. СН 21.6. В Саваддхе. И тогда достопочтенный Лакунтак Абхаддио, один, отправился к Благословенному. Благословенный, завидев его издали, обратился к монахам так, «Монахи, видите ли вы этого монаха, безобразного, непривлекательного, уродливого, к которому монахи относятся с брезгливостью? Да, учитель. Этот монах обладает великой сверхъестественной силой могуществом. Не просто найти такого достижения в этой сфере, которого этот монах бы еще не достиг. И, кроме того, он тот, кто, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас входит и пребывает в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную». Так сказал Благословенный. И сказав так, «Счастливейший, учитель», далее добавил, «Гуси, цапли и павлины, слоны и крабчатый олень, все они боятся льва, несмотря на тело размеры. Так оно и межлюдей, кто пусть мал, но все же мудр, тот воистину великий, а не дурак, что крепко сложен». Один, дословно, карлик Бхаддия. Комментарий поясняет, что над ним надсмехалась банда из шести, монахи, известные смутьяны в Санхе, часто упоминаемые в Линае. Уродство Бхаддия было плодом его камы, которую он накопил в прошлой жизни, когда, будучи царем, высмеивал и изводил стариков. Тем не менее, несмотря на это, у него был очень красивый голос, и Будда объявил его наивысшим среди монахов, обладающих красивым голосом, Анадин, двадцать три. Его приятный голос был плодом его камы еще из другой прошлой жизни, когда он был кукушкой и преподнес плод манга Буддивипасе. Висакха сутта, Висакха. СН 21.7. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Висале в великом лесу в зале с остроконечной крышей. И тогда достопочтенный Висакха Панчелепута наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой о Дхаме в зале для собраний. Его речь была утонченной, ясной, с четкими формулировками, умело раскрывающей смысл, глубокой, непривязанной. И тогда, вечером, благословенный вышел из затворничества и отправился в зал для собраний. Там он сел на подготовленное сидение и обратился к монахам так, «Монахи, кто из вас наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой о Дхаме в зале для собраний, речью, что была утонченной, ясной, с четкими формулировками, умело раскрывающей смысл, глубокой, непривязанной. Учитель, это был достопочтенный Висакха Панчелепута». И тогда благословенный обратился к достопочтенному Висакхе Панчелепуте так, «Хорошо, хорошо, Висакха. Хорошо, что ты так наставляешь монахов беседой о Дхамме». Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший учитель, далее добавил, «Когда среди глупцов находится мудрец, они не узнают его, пока он не заговорит, но узнают о нем, когда он речь ведет, описывая путь к тому, где смерти нет. Чтобы раскрыть и рассказать о Дхамме правице знамя должен он поднять. Умелыми словами будет это знамя, сама же Дхама, знамя для правицев». Нанда сутта, Нанда. СН 21.8. В Саваттхе. И тогда достопочтенный Нанда, двоюродный брат благословенного по материнской линии, одел тщательно выглаженное одеяние, накрасил глаза, взял глазурованную чашу и отправился к благословенному. Поклонившись благословенному, он сел рядом, и благословенный сказал ему, «Нанда, не подобает тебе, как человеку, который благодаря вере ушел в бездомную жизнь, покинул жизнь мирскую, носить тщательно выглаженное одеяние, красить свои глаза и носить глазурованную чашу. Но тебе, Нанда, подобает, как человеку, который благодаря вере ушел в бездомную жизнь, покинул жизнь мирскую, быть тем, кто проживает в лесу, кто ест полученную с подаяния еду, кто носит одежду из обносков, и тебе подобает пребывать в безразличии в отношении чувственных удовольствий». Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, «Когда же я увижу Нанду, живущего в лесу, носящего одежду из обносков сшитую, живущего лишь на остатках пищи незнакомцев, и безразличного к усладам чувств». И тогда, через какое-то время, достопочтенный Нанда стал тем, кто проживает в лесу, кто ест полученную с подаяния еду, один, кто носит одежду из обносков, и он пребывал в безразличии в отношении чувственных удовольствий. Один, примечание переводчика СВ, здесь перечисляются некоторые виды разрешенных буддоспецифических практик аскезы. Одной из таковых является употребление только той пищи, которая была получена самостоятельно посредством хождения от дома к дому за подаяниями, принятой в чашу. ТИССА СУТТА, ТИССА. СН. 21.9. В Саваттхе. И тогда достопочтенный ТИССА, двоюродный брат благословенного по отцовской линии, отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом, несчастный, опечаленный, со струящими свис глаз ручьями слез. И тогда благословенный обратился к нему, ТИССА, почему ты сидишь здесь, несчастный, опечаленный, со струящими свис глаз ручьями слез? Учитель, потому что монахи забросали меня со всех сторон колкими словами, один. Это потому, ТИССА, что ты делаешь замечания другим, но не выносишь, когда делают замечания тебе. ТИССА, не подобает тебе, как человеку, который благодаря вере ушел в бездомную жизнь, покинул жизнь мирскую, вести себя так, что ты делаешь замечания другим, но при этом сам не можешь принять замечаний в свой адрес. Но подобает тебе, ТИССА, как человеку, который из веры ушел в бездомную жизнь, покинув жизнь мирскую, вести себя так, что ты делаешь замечания другим, и при этом сам можешь принять замечания в свой адрес. Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, зачем же злишься ты, не злись. Не злоба, ТИССА, лучше для тебя. Чтобы избавиться от злобы, самомнения, насмешек, вот, ТИССА, для чего ведется вся эта святая жизнь. Один, согласно комментарию, монахи из дальних регионов прибывали, чтобы повидать Будду, а ТИССА в то время был еще только самонерой. Из-за гордыни своим родом Кхати и родством с самим Буддой, он вел себя высокомерно, не выказывал должного уважения новоприбывшим монахам. Тогда все другие монахи стали его за это ругать и порицать. Тхиранамак и сутта, монах по имени Тхера. СН 21.10. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в Бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда один монах по имени Тхера был тем, кто проживал в уединении и восхвалял проживание в уединении. Он уединенно ходил в деревню за подаяниями, он уединенно возвращался, уединенно сидел, уединенно занимался медитацией при ходьбе. И тогда группа монахов подошла к благословенному, они поклонились ему, сели рядом и сказали, так вот, учитель, есть один монах по имени Тхера, который проживает в уединении и восхваляет проживание в уединении. Тогда благословенный обратился к одному из монахов, ну же, монах, скажи монаху Тхере от моего имени, что учитель зовет его. Да, учитель, ответил монах, отправился к достопочтенному Тхере и сказал, друг Тхера, учитель зовет тебя. Да, друг, ответил достопочтенный Тхера, отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему, правда ли, Тхера, что ты проживаешь в уединении и восхваляешь проживание в уединении? Так оно, учитель. Но каким образом, Тхера, ты проживаешь в уединении, и каким образом ты восхваляешь проживание в уединении? Учитель, я уединенно хожу в деревню за подаяниями, уединенно возвращаюсь, уединенно сижу, уединенно занимаюсь медитацией при ходьбе. Вот таким образом я проживаю в уединении и восхваляю проживание в уединении. Таков способ жития в уединении, Тхера, я не отрицаю этого. Но что касается жития в уединении, преисполненного в деталях, то слушай внимательно, я буду говорить. Да, учитель. И как, Тхера, житие в уединении преисполнено в деталях? Вот, Тхера, прошлое было оставлено, будущее было покинуто, а желание и жажда к настоящим формам личностного существования было тщательно устранено. Вот так, Тхера, житие в уединении преисполнено в деталях. Так сказал Благословенный. И сказав так, счастливейший учитель, далее добавил, наимудрейший, победивший все, все знающий, среди вещей он не запачкан, ведь он отринул все, освобожденный в разрушение желания, его зову и о проживающем в уединении. Тхеранама сутта, к монаху по имени Тхера. СН 21.10. Однажды Благословенный пребывал рядом с Раджагахой, в бамбуковой роще в Беличуем святилище. В то время один монах по имени Тхера проживал в уединении и восхвалял добродетель уединенного проживания. В одиночку он ходил в деревню за подаянием, в одиночку он возвращался, в одиночку сидел в медитации и в одиночку медитировал при ходьбе. Тогда большая группа монахов отправилась к Благословенному и по прибытии, поклонившись, они сели рядом. Тогда они сказали ему, «Учитель, есть один монах по имени Тхера, который живет в уединении и восхваляет добродетель уединенного проживания». Тогда благословенный обратился к одному монаху, пойди, монах. От моего имени позови монаха по имени Тхера и скажи ему, учитель зовет тебя, мой друг. Как скажете, учитель, ответил монах и отправился к достопочтенному Тхере. По прибытии он сказал, учитель зовет тебя, мой друг. Как скажешь, мой друг, ответил достопочтенный Тхера. И он отправился к благословенному и по прибытию, поклонившись, сел рядом. Тогда Благословенный обратился к нему, правда ли, Тхера, что ты живешь в уединении и восхваляешь добродетель уединенного проживания? Да, учитель. Но как ты проживаешь в уединении и восхваляешь добродетель уединенного проживания? Учитель, в одиночку я хожу в деревню за подаянием, в одиночку я возвращаюсь, в одиночку сижу я в медитации и в одиночку медитирую при ходьбе. Вот как я проживаю в уединении и восхваляю добродетель уединенного проживания. Так следует проживать в уединении, Тхера. Я не говорю о том, что это неправильно. Тем не менее, послушай о том, как твое проживание в уединении будет совершенным в деталях. Слушай внимательно. Я буду говорить. Как скажите, учитель, ответил достопочтенный Тхера. Благословенный сказал, и каким образом проживание в уединении совершенно в деталях? Когда прошлое отброшено, будущее оставлено, и хорошо ослаблена любая страсть и жажда по отношению к состояниям, что достигнуты в настоящем. Таково житие в уединении, совершенное в деталях. Так сказал Благословенный. И сказав это, он далее добавил, всепобедившего, всезнающего, умного, не прилипающего по отношению ко всем вещам, всеставившего, освобожденного с окончанием жажды, такового я называю тем, кто проживает в уединении. Махакаппина сутта, Махакаппина. СН 21.11. В Саваттхе. И тогда достопочтенный Махакаппина отправился к Благословенному. Благословенный, завидев его издали, обратился к монахам так, монахи, видите ли вы этого монаха, светлокожего, тощего, с выступающим носом? Да, учитель. Этот монах обладает великой сверхъестественной силой и могуществом. Не просто найти такого достижения в этой сфере, которого этот монах бы еще не достиг. И, кроме того, он тот, кто, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас входит и пребывает в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Так сказал Благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, член Варны Кхатиев, вот лучший из людей для тех, кто меряет все в рамках Варн. Но тот, кто совершенство в знании и поведении достиг, тот величайший из богов и из людей. Солнце сияет, когда день, луна сияет, когда ночь, Кхати сияет, как закован он в броню, и в медитации Брахман сияет. Но непрерывно, будь то день или ночь, Будда сияет славой всей своей. Сахаяка сутта, товарища. СН 21.12. В Саваттхе. И тогда двое монахов, которые были товарищами, учениками достопочтенного Махакаппины, отправились к Благословенному. Благословенный, завидев их издали, обратился к монахам так, «Монахи, видите ли вы этих двух монахов, товарищей, учеников достопочтенного Махакаппины? Да, учитель. Эти монахи обладают великой сверхъестественной силой и могуществом. Не просто найти такого достижения в этой сфере, которого эти монахи бы еще не достигли. И, кроме того, они те, кто, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас входит и пребывает в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную». Так сказал Благословенный. И сказав так, «Счастливейший, учитель», далее добавил, «Эти монахи, два товарища, долгое время вместе как уже один, чистый Адхама повязал их, в учении, провозглашенном Буддой. Их хорошо тренировал Каппина в этом учении благородных, несут они и последнее тело, одолеев Мару с его грудой». Один, согласно комментарию, они были друзьями в течение прошлых 500 жизней. Санюта Никая 21.10 Тхеранама Сутта к монаху по имени Тхера. Однажды Благословенный пребывал рядом с Раджагахой в бамбуковой роще, святилище Белок. В то время один монах по имени Тхера проживал в уединении и восхвалял добродетель уединенного проживания. В одиночку он ходил в деревню за подаянием, в одиночку он возвращался, в одиночку сидел в медитации и в одиночку медитировал при ходьбе. Тогда большая группа монахов отправилась к Благословенному и по прибытии, поклонившись, они сели рядом. Тогда они сказали ему, — Учитель, есть один монах по имени Тхера, который живет в уединении и восхваляет добродетель уединенного проживания. Тогда Благословенный обратился к одному монаху, — Пойди, монах, от моего имени позови монаха по имени Тхера и скажи ему, — Учитель зовет тебя, мой друг. — Как скажете, Учитель, — ответил монах и отправился к Достопочтенному Тхере. По прибытии он сказал, — Учитель зовет тебя, мой друг. — Как скажешь, мой друг, — ответил Достопочтенный Тхера. И он отправился к Благословенному и по прибытии, поклонившись, сел рядом. Тогда Благословенный обратился к нему. — Правда ли, Тхера, что ты проживаешь в уединении и восхваляешь добродетель уединенного проживания? — Да, Учитель. — Но как ты проживаешь в уединении и восхваляешь добродетель уединенного проживания? — Учитель. В одиночку я хожу в деревню за подаянием. — В одиночку я возвращаюсь. — В одиночку сижу я в медитации и в одиночку медитирую при ходьбе. — Вот как я проживаю в уединении и восхваляю добродетель уединенного проживания. — Так следует проживать в уединении Тхера. — Я не говорю о том, что это неправильно. — Тем не менее, послушай о том, как твое проживание в уединении будет совершенным в деталях. — Слушай внимательно, я буду говорить. — Как скажете, Учитель, — ответил достопочтенный Тхера. Благословенный сказал, «И каким образом проживание в уединении совершенно в деталях, когда прошлое отброшено, будущее оставлено и хорошо ослаблена любая страсть и жажда по отношению к состояниям, что достигнуты в настоящем? Таково житие в уединении, совершенное в деталях». Так сказал благословенный, и, сказав это, он далее добавил, «Все победившего, все знающего, умного, не прилипающего по отношению ко всем вещам, все оставившего, освобожденного с окончанием жажды, такого я называю тем, кто проживает в уединении». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова